Ту-154 Ту-154 самый распространенный тип самолета в нашей гражданской авиации. Мы выполняем транспортные и пассажирские рейсы, пересекающие различные климатические пояса. Практически попасть в обледенение на земле и в воздухе можно в любые годы. Чаще всего оно возникает весной, осенью и вот в такую неустойчивую погоду зимой. Ветер магнитный 200 градусов, скорость 4 метра в секунду, видимость 1200 метров, снег с дождем. Образование ледяных отложений на поверхности самолета нарушает регулярность воздушного движения, периодически вызывает летные происшествия. Однако опасность наземного обледенения филоты часто недооценивают, стремясь обеспечить регулярный вылет во что бы то ни стало. Обледенение возникает при определенных состояниях атмосферы и носит, в зависимости от этого, различный характер. Так растут на поверхности самолета кристаллики льда. Они появляются в результате перехода пара в лед, минуя жидкую фазу. И ней, кристаллическая изморозь и кристаллический лед образуют первую группу наземного обледенения. Ко второй относят обледенения, образующиеся в результате замерзания переохлажденных капель дождя, тумана или морси. Влага превращается в льдинки, коркой покрывающие самолет. Ее толщина уже несколько миллиметров, и она довольно прочно сцепляется с обшивкой. И, наконец, обледенение в результате замерзания мокрого снега, дождя, капель тумана. Такое обледенение прочно связывается с поверхностью самолета. Часто наземное обледенение бывает несимметричным. Оно возникает со стороны, обращенной к ветру. Обычно же равномерно покрывает большую часть крыльев и оперения, а также поверхность фюзеляжа и гондол двигателей. В чем же опасность такого обледенения? Чем совершеннее аэродинамический профиль, тем совершеннее обтекание его воздушным потоком. Подъемная сила и вес самолета в этом случае равны. Для чистого крыла эта зависимость сохраняется до критического угла атаки. При образовании льда условия обтекания меняются. Подъемная сила крыла уменьшается. Экспериментальные данные показывают, что даже иний уменьшает подъемную силу крыла почти на одну треть, а критический угол почти вдвое. А теперь представьте, что происходит при взлете. Вот так взлетает обычный самолет. Обледенелый самолет с меньшей подъемной силой взлетает так. Пытаясь набрать высоту, он выходит на углы атаки критические или близкие к ним. Теряет продольную и поперечную устойчивость, управляемость. Думаем, что теперь ясно, почему категорически запрещается производить взлет при наличии хотя бы небольших отложений льда, снега или иния. Надежды, что они разрушатся от тряски самолета при рулении или под действием воздушного потока, нет. Даже иний и тот не будет сдут. Настолько прочное его сцепление с поверхностью самолета. Обязанность экипажа внимательно следить за состоянием поверхности самолета и воздухозаборников двигателей. И в случае необходимости, своевременно вызывать наземную службу для удаления обледенения. При температуре наружного воздуха не ниже минус пяти градусов, обледенение удаляют с помощью горячей воды с последующей обработкой антиобледенительной жидкости. Если мороз сильнее, то обработку поверхностей производят только этой жидкостью. Она смывает лед и снег и образует на обшивке защитную пленку, препятствующую дальнейшему обледенению. Однако это дает лишь временный эффект. И через 30 минут, если самолет не взлетел, обработку необходимо повторить. Для борьбы с обледенением самолет оборудован двумя противообледенительными системами. Воздушно-тепловая система крыла, оперения, двигателей и воздухозаборников, которая работает от горячего воздуха девятой ступени компрессора. Электротепловая система предкрылков и стекол фонаря кабины. Во время руления и ожидания взлета, экипаж должен обязательно использовать противообледенительные системы. Если впереди самолет, избегайте попадания под струю его двигателя. Это может привести к повторному обледенению до взлета. Обледенение возможно и в воздухе. Оно, как правило, происходит в облаках, при мокром снеге, при отрицательных и небольших положительных температурах. Процессы образования и развития обледенения в реальном полете с большой точностью воспроизводят на моделях, обдуваемых в аэродинамической трубе. С помощью распылителей задают характер любой облачности, ее влажность, плотность, температуру. Скоростной режим полета обеспечивается турбореактивным двигателем. Вначале на поверхности крыла из облака осаждаются капли воды. Переохлаждаясь потоком воздуха, они превращаются в кристаллический иней, покрывающий большую площадь крыла. В дальнейшем обледенение идет в основном по его передней кромке. Толщина льда увеличивается, образуя значительный нарост неправильной формы. Конфигурация наростов во многом зависит от профиля, на котором они образуются. Вот лед на кромке крыла, на лобовых стеклах кабины, на воздухозаборниках двигателей и кромках хвостового оперения. Самолет покрывается кристаллами льда. Причем наросты могут достигать значительных размеров. Вот пример обледенения на ребре атаки крыла. Таков характер образования льда на гладком крыле. По-особому оно происходит на профиле крыла при выпущенной механизации. Наросты льда образуются на кромках закрылков. На передней части предкрылка и на крылья за ним. Вот как это выглядит на реальной модели крыла. Лед на передней кромке закрылков иногда бывает настолько значительным, что не дает возможности убирать механизацию в исходное положение. Во время полета опасно любое образование льда, хотя есть и запас высоты и время, чтобы выйти из зоны обледенения. Например, под действием воздуха, засасываемого компрессором, кусочки льда с поверхности воздухозаборника или кока двигателя могут оторваться и повредить лопатки входного направляющего аппарата и первых ступеней компрессора. При этом возможен отказ двигателя и связанные с этим сложности пилотирования. Наиболее сложным является заход на посадку или уход на второй круг на обледеневшем самолете. Мы уже говорили, что любое наличие льда или инея изменяет геометрию аэродинамического профиля, заставляет его работать на нерасчетных режимах, увеличивает вдвое его лобовое сопротивление. Подъемная сила обледеневшего крыла уменьшена. Самолет начинает терять высоту. Чтобы ее сохранить, необходимо увеличить скорость или угол атаки. однако такое увеличение может вывести самолет на угол, близкий к критическому, что может привести к срыву потока и сваливанию. При установившемся полете пикирующие и кабрирующие моменты равны. При обледенении кабрирующий момент, создаваемый стабилизатором и рулем высоты, растет до критического угла атаки, который в этих условиях значительно меньше обычного. При выпуске механизации характер обтекания заметно меняется, появляется скос потока, захватывающий хвостовое оперение. При этом угол атаки даже при постоянном положении стабилизатора приближается и может стать больше критического. Эффективность горизонтального оперения значительно уменьшается. В исключительных случаях продольная балансировка становится трудной, а порой и просто невыполнимой. Может произойти клевок. На малых высотах выход из такого резкого снижения при клевке практически невозможен. надо всегда стремиться избегать пересечения фронта, где может возникнуть обледенение. Если это невозможно, например, на снижении, необходимо за 3-5 минут до входа в зону обледенения включить противообледенительную систему. Если обледенение происходит в невидимой облачности, ее включают при загорании ламп сигнализации. При этом режим работы двигателей должен быть не менее 4 десятых от номинала. иначе они не обеспечат гарантированный отбор воздуха на противообледенители крыла, оперения и входного направляющего аппарата. Достаточный электрообогрев предкрылков и стабилизатора. При снижении зону обледенения нужно проходить с максимально возможной в этих условиях вертикальной скоростью, чтобы сократить время пребывания в зоне обледенения. После выхода из зоны можно перевести двигатели на режим не менее 60% оборотов ротора высокого давления. Если есть уверенность в том, что льда на поверхности нет, выключайте противообледенители планера и двигатели. если такой уверенности нет, нужно подождать минут 10-15 после того, как погасли лампы сигнализации. Только после этого можно изменить режим работы двигателей до малого газа. при выполнении захода на посадку в условиях обледенения после выпуска шасси скорость необходимо держать на 10-15 километров в час больше скорости нормального захода. на последней прямой необходимо уменьшить скорость до 300 километров в час и довыпустить закрылки на 45 градусов. Необходимо точно следить, чтобы к концу выпуска закрылков скорость не превышала установленных ограничений. Дальнейший заход на посадку вплоть до пересечения входного торца взлетно-посадочной полосы выполняем на скоростях на 10-15 километров в час больше рекомендованных для нормальных условий захода. при пробеге на скорости 180-160 километров в час выключаем противообледенители стабилизатора киля и крыла. В конце пробега выключаем обогрев приемника полного давления а противообледенители стекол и двигателей выключаем уже перед остановкой. Механизацию крыла не убираем до полной остановки. В наземных условиях и в условиях полета экипажу необходимо четко понимать опасность обледенения знать условия его возникновения своевременно и грамотно применять средства защиты точно соблюдать требования руководства полетной эксплуатации. В этом залог безавария. Субтитры Продолжение следует...